так у нас следующее место локации гора сам по сейчас пойдем смотреть здесь производится сейчас сейчас узнаем можно ли нам сюда точно или нельзя так а теперь дубль 2 по поверьям вообще на этой горе исполняется желание она приносит успех удачу здоровье и богатство дерево где завязывают ленточки и загадывают желание а вообще по мифологии у нас есть эпос калевала и гора сам по сам по это вообще мельница считается вот здесь кстати 60-е года снимался фильм по нашему эпосу калевала на этой горе поэтому ее назвали сам по а сам по эта мельница который сделал нет ильмаринин ильмаринин сделал эту мельницу как подарок за в честь свадьбы ее хотели украсть но владелица этой мельницы ее не отдала и она у нее упала в море поэтому считается что в морские пучины содержит больше богатства всего то есть мельница производила муку соль и и золото но кусочки этими это это мельницы выплыл выплыли на берег и а в карелии чтобы карелия была богатым от раз дворный плодотворный да в общем вот такая вот легенда поэтому идем наверх и на комаров богатые до 40 метров высота поэтому там особенно вот аккуратненько особенно собаки они тебя услышали а а и а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень красивые места Я думаю, вы просто охренеете Очень захотите приехать в Карелию И мы такими темпами по путешествиям по командам Скоро превратимся в тревел-блогеров В общем, здесь реально горы Такие маленькие ущелья Но спускаться, передвигаться можно Там ступеньки были Знаете, все, кто боится куда-то ездить с детьми И говорят, что детьми неудобно Хрюму совершенно спокойно удобно У нас возраст от года Или до 15 лет на выбор Выбираем, да, любой возраст Хоть там бы такое озерцо бы отдали бы Давай так Выпьем, заберем Смотри, такое там зеркало Гладкое-гладкое Когда третье утро просыпаешься С видом на Онежское озеро Так это Нет, классно Наоборот, хочется еще Мы, знаешь, как получается Что особо не купальщики Но параллельно в лоб Пишу, разговариваю с 150 дел Но вот в вода Нам вот желательно, чтобы рядочек Где-нибудь было, да, да Вот, чтобы вот потрогать Посмотреть Вот я тоже, да Люблю какие-то такие места Где-то, да Душное приятие Когда вышел на берег озера Я просто посидел Ножки получил Так, мы въехали на марциальные воды Для Тани они марципановые Я, наверное, может чем-то сладенько так хочу Это первый курорт, который сделал Петр Первый Для себя, для лечения Здесь будет 4 источника Я не знаю, на какой нас поведут Говорят, что у нас водичка Шибко-специфичная Они тут все подряд источники Эх, дождик Куда мы сейчас ждать будем? Мы пошли за вкусной водичкой Параллельно сейчас Оля историю расскажет Петр Первый приехал в Карелию И он, как известно, у него были разные-разные заболевания Никак не мог нигде вылечиться И один из, не помню, то ли монахов, кто-то, что мы показали источники Он стал пить эту воду И ему стало легче И в честь того, что вот он увидел эти лечебные свойства Основался здесь первый курорт российский Марциальные воды Здесь несколько источников Отличаются по составу Где-то больше железа, где-то меньше Пить желательно через трубочку Либо маленькими глоточками Потому что, чтобы на эмаль зубную не воздействовало Долго вода не стоит Поэтому в течение дня А так сам по себе Значит, здесь источники Курорт сам там выше Здание То есть можно прям люди приезжают Как санаторий На лечение Да, как санаторий Это и есть санаторий И сам Петр Первый Он здесь бывал пять или шесть раз уже Поправлял свое здоровье После этого курорта был основан город Петрозавод Первый пушечный завод И сам город, соответственно Все, в принципе То есть, если бы не было этих источников Да, не было бы города Может быть, да И не возник бы город Поэтому вот Есть кто такие? Нету? Здесь немало Мы в буруны, в волны прыгали с этой камерой И все-все-все снимали Круто Когда люди приезжают Подбираются В какое время пить Какую воду И сколько И вкусно Ого Для тех, у кого Железо, ферритин пониженный Маму повезло поить Да Это желтая церковь Постройка 1721 года Построенная Петром Павильон построен в 1858 году Александра Вторым Именно павильон над источником Мы сейчас идем Мы были у четвертого источника Идем ко второму По-моему, и к третьему Или к третьему, второму В общем, как-то так Вот раз источник, да, ребята Все мои группы полосатых купальников Представьте Это я потом буду говорить Касаемо ощущения команды Это реально бомба Когда ты за какой-то промежуток времени Небольшой создаешь Группу людей Которые делают одно общее дело Дружат, отдыхают вместе В общем, мама Я чуть не вот наносить Вкусно Вкусно, вкуснее Да, я понюхаю Это слабее Та была самая сильная Вот она похожа на это Дзевеевовскую воду Значит, первая была самая сильная Пайкарм Хорошенькая водичка Пайкармская вода Как Юрич? Там 133 было Там самая сильная была Значит, первая самая сильная Вот там была Это последняя Это последняя Ну, да Что такое А не знаю Внимание, не выживай Сейчас Детка Это место Я пришла уже Пока У нас уже какая-то четвертая локация Наш праймик Мы все дружно Стаем в очереди в туалет В общем, здесь форелевое хозяйство Сейчас покажу поближе Садки Здесь выращивают рыбу Сейчас мы пойдем на вулканы Водопад, правда, как я поняла Пересох А может быть, я неправильно поняла И причем рыбу можно даже покормить Вот здесь в садках Да? Она плавает Ой, ну вообще, конечно Я в полнейшем в восторге от Карелии Очень красиво Кстати, на источнике, где мы пили воду Самая железная вода На четвертом источнике С ней, пожалуйста, аккуратно У кого есть моменты по ЖКТ Может затошнить Меня затошнило сейчас С мятной конфеткой Отдавливаю все это дело Так, давай сначала Ты скажешь, куда мы приехали А потом я эту красоту покажу Значит, мы приехали с вами На так называемое место Вулкан Гирвас Это затухший вулкан Он уже 2-3 миллиарда лет назад затух Значит, тут вверху есть гидроэлектростанция И когда на несколько дней в году Открывают гидроэлектростанцию Вот это все заполняется водой Красота И здесь огромнейший идет такой водопад Очень много туристов стараются приехать именно в эти дни В закрытие В закрытие, да Поэтому сегодня мы можем наблюдать Жерло вулкана Вулканические породы И маленький водопад А Большой И Юрьевича Ждет нас впереди Так, я пойду снимать Совершенно обалденно красиво А, здесь эти Смотрите, какая красотища Вот это гидроэлектростанция Про что Оля говорила И вот, да И вот здесь все идет такой потоком Открывают ворота Все это заполняется Вообще просыпает Здесь вода, вода, вода А сейчас много туристов Здесь всегда, мне кажется, туристов Ну да Такая историческая Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ребята, мы с вами на пятом месте локации, мы приехали в настоящую сказку. Мы находимся в Кивач, где, вы помните, говорил в одной из серий, что леса непроходимые. Смотрите, сколько народа. Вот мы вон там, последний. Идем мы все туда. Вся наша группа в полосатых купальниках уже ушла вперед. Я последняя. Надо уйти, а то раскатают. Хренам, и до дома я уже вместе с блогом просто не доеду. В общем, идем посмотреть всяческие красоты. А, вот Тусанчик. А, вот Тусанчик. О, красивенький. Ну, как тракторист. Фарики как крылышки. Так, сам договариваюсь с вами сом. Я вообще-то блог снимаю. А мы тут о личном разговариваем. У нас с партнером в автопроект вступили. Никак машину не выберут. И вот мы пока едем, интернет появляется, мы тут советуемся. А что взять? То ли баньку, то ли маньку, то ли всех сразу. По одному. То ли по одному, да. Ну, в общем, это уже рабочие процессы. Ну, судя по тому, что там вот крышится, нам идти недалеко. В общем, я пока отключаюсь, потому что это уже топит небезопасно по дороге. Потому что мы все посмотрим, мы можем спокойно чехлить домой. Сейчас мы с вами находимся на водопаде Кивачи. Это второй в Европе водопад равнинного типа. Первый находится в Швейцарии. А это считается второй именно равнинного типа. В водопадке Кивачи у него несколько ступеней. Самая высокая 10,7 метров. Пойдемте сейчас, все увидите. Ну, пойдем. Слушайте, у нас есть личный экскурсовод, у нас есть личный гид, у нас даже есть личный навигатор. Мы даже навигатор не включаем. Мы просто едем и все. Наша задача ехать, наслаждаться и вовремя включать камеру. Дальше ничего не нужно. Теперь, я думаю, все понимают, почему я хочу команду во всех городах. Это же очень удобно, совмещать работу с отдыхом. Разве так приедешь в поездку выходного дня из Мордовии в Карелию? Ни за что не поедешь. А здесь все вместе. Бусинка у нас идет с банантиком. Новый икенд. Видишь, как грамотно спускается ребенок с боком, очень четко. Я когда своих моделей учила на каблуках, вот именно так нужно спускаться, чтобы не шлепнуться носом вперед. Вот Дима-то, педикоптер, да? Угу. Ну, считается заповедник, поэтому я не буду поверить. Стоим на мостике. Я у вас сегодня вместо Димы на Коптере запрещено летать на Кивача. Ну, я как понимаю, место этого, сколько ты себя знаешь, столько оно и есть, да? Сейчас. А мы еще ниже спустимся, еще будет красиво. Это первая, конечно. Самая высокая? Нет, это не самая. Не вышло спустим. К сожалению, на этом водопаде нельзя летать квадрокоптерами. Везде стоят таблички. Не испытывайте судьбу, не летайте. Ну и, к сожалению, я вам только видео могу показать из-за фотоаппарата. Летать я не стал, рисковать тоже не хочу. Поэтому, ну, надеюсь, эта картинка как-то, возможно, передаст ту красоту, которую она тут есть. Все, иду снимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Нормальный туалет с ванной. Дима уже потестил. Но это не самое главное. Самое главное, знаете что? В общем, 3 800 стоит номер с завтраком. Мы спросили, что на ужин оказался Димин любимый карбонар. У Димы есть такой пунктик пробовать во всех местах общепита карбонара, где стоит пробовать. Мы добавили 1200, получилось 5000. Я достаю карточку, мне говорят, а хотите сэкономить? Я говорю, я всегда захотите сэкономить. Отдайте наличие, переведите, скидка будет 10%. Это к чему, ребят, предприниматели берите на вооружение. Многие категорически говорят, у нас нет эквайринга, у нас нет терминала, мы не хотим хрюму. Так вы предложите клиенту, допустим, не было бы у меня возможности перевести с этой карты, особенно если бизнес-карта, я бы оплатила как есть, а если у меня есть возможность сэкономить, я сэкономлю. То есть не говорите наоборот клиенту, доплати за эквайринг, а наоборот, при покупке налички сделайте дешевле. В общем, я политинформацию предпринимательскую заканчиваю, камеру выключаю, иду, ищу свой телефон, включаю от машины, мы с вами прогуляемся по территории. А почему я сказала, что территория санатория? Смотрите, какие просто длиннющие коридоры. Лифта нет, трехэтажное здание, мы поселились на втором этаже. Судя по парковке, мы одни гости. Вообще никого нет, тишина в отеле, красота. Так, мы вышли из отеля, у нас окна на ту сторону, вот само здание. Собачка бегает, ко мне не полезно, ко мне собаки не лезут. Дорога шумит, но хороший стеклопакет, и не слышно ничего. У нас окна выходят на ту сторону. Вот она парковочка, там наш прайминг, сейчас пойдем, Диме документы принесем, они там лежат. Хорошая большая территория, и мы скоро, в принципе, уже пойдем кушать. В общем, мне она понравилась. Сюда, я думаю, можно и нужно приезжать с детками, если у кого-то маршруты, особенно летние протекают. Большая территория, есть где побегать. Там за зданием большая лесополоса, прям такой лес-лес. Я сильно глубоко не полезла, потому что прям комары. Большие, как он совершенно говорит, коломы. То есть вот это все территория отеля, там все облагорожено, красиво. В общем, very good, мне понравилось. Завтра мы уже будем вечером дома. 8-9-2 насыщенных дня. Ночь с 9 на 10 мы опять уезжаем. То есть мы ночуем дома с 7 на 8, с 8 на 9. А с 9 на 10 мы уже уезжаем. Мы уезжаем в Екатеринбург, у нас вручение автобонуса у партнера. Марина Титова, 51 год. Работник бывшего вредного производства. Ушла на пенсию, пенсия 8 тысяч. Год назад пришла в команду. Через год ушла на доход 100 плюс. И забрала машину по автопроекту. Вот наша стоит. А у Марины хавал. Это вообще первая машина в семье. У них с мужем детей есть. Дети уже взрослые, у них машины не было. Ну, по крайней мере, это информация, которой я владею, может быть, когда-то давно-давно была. А так, ребята, без машины. Это к тому, что в Сибирске реально доступно каждому. Вопрос желания. Понимание, зачем это надо. И серьезного отношения, что это такая же работа. Такая же сфера, как и любая другая деятельность. В общем, наверное, все. Я буду с вами прощаться. Завтра мы уже будем в Саранске. И, возможно... Ну, невозможно. Мы все равно поснимаем, по дороге расскажем. Потому что мы поедем по той же дороге, по которой ехали в прошлом году. А, не-не-не, мы снимем. У нас в прошлом году затупила камера. И мы обратную дорогу из Тюмени в Саранск не снимали. То есть вы с нами не были в городе Сим. Вы не были с нами на смотровых площадках перед Челябинском. Вы с нами в Уфе были. Но в Уфе только на Коптере летали. И когда мы Икеюшку снимали. Вот. Наш грязнющий плац. Мне где-то сцепалось. Мне прям жалко мою бибику. Ну что? На фоне снежинки начинали. На фоне снежинки. И прощаемся, друзья. Понедельник, 6 июня. Вечер. Шикарнейший теплый. И сегодня мы будем спать. Потому что белых ночей здесь нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok